Добрый день, уважаемые зрители! Добро пожаловать обратно в Европу, универсалис 4, где Москва объединяет свои земли и помогает Швеции обрести независимость от Дании. Ну, так вот складывается геополитическая обстановка. У нас два свободных дипломата, один из них потом будет аннексировать Ростов, еще нам нужно будет аннексировать Астрахань. Ну, а пока они свободны, давайте отправим одного к союзникам и одного к угрожающим странам. В данный момент наша отмена прохода войск мин. Окей, вы сами их просили, сами отменили. Бывает. В данный момент наша армия идет в сторону Любека. Притязание к нашим врагам. Слишком долго Польша посягает на наши границы, но больше этому не бывать. Мы смогли создать очень правдоподобные документы, которые подтверждают, что у нас есть исторические претензии на Киес. Славься страна! Держава Москва получает претензии Киес. Престиж увеличивается на 10%. Окей. Сибирские сепаратисты. Восстание. Так. Ага. Все, тут все в порядке. Дорогие указы в Твери. Мы полностью распространили, кроме Ростова. Но Ростов пока что не наша территория. Тогда нет эдиктов. В Новгороде уже работает. 650 монет. Блин, мы уже превышаем лимит управления. Черт. Военные доктрины. Можно, конечно, потратить немножко прогресса реформы, чтобы увеличить лимит управления. Ммм. Окей. Пока просто подождем. Где там наша армия? Следить, чтобы... Встретить какую-нибудь большую вражескую армию. Получили кассу с Белли завоевания с державой Польша. Ок. Санкции. Ага. Не решаются они напасть на меня. Даже, несмотря на то, что у них здесь есть форт. Не решаются напасть они на меня. Хотя у них здесь форт. То есть, по идее, у них было бы преимущество. Но количество войск у них меньше, а технологии... Одинаковые. Ок. Сфабрикованы претензии из Бухарыны, Тюмень. Саввоя сообщает нам о событии эры наемников подходят к концу. В войнах, которые разоряли Италию, значительно возросло число генералов, продающих услуги своих наемных армий. По мере того, как конфликт перерос в более широкую европейскую борьбу, эти наемные войска стали менее релевантными для военных стратегий великих держав. Эра частных армий в Италии подходит к концу. Ломбардская и Тосканская вольные компании перестанут быть доступны для аренды. Участие в Итальянских войнах больше не дает бонусов наемнику. Ок. Отлично. Стекло перемирия с Бухарой. Ферсиллерия дает нам бонус. Отличный. Мы должны быстро это подавить. Разоблачили польского агента. Добро восстания. Еще с этим восстанием не закончили. Ну, там есть этот самый форт. Так что там за какое-то время застрянут. У, наш исследователь. Исследуй, исследователь. Здесь нет, 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 нет. Ок. Осада завершена. Давайте сразу дальше. Следующий форт. Провинция Тюмень. Оккупирована Москвой. Хорошо. Сражение за казанку мы победили. Ты какой шустрый. А где, кстати, наши союзники-то? Чего они здесь не помогают? Где у вас столица? Здесь. То есть мы сейчас осаждаем солицу. Тогда продолжаем это занятие. Переплачивать 30% за то, что нет колоконизма. Или подождать? Я думаю, что лучше подождать. Вау, мы потеряли прогресс. Казахские сепаратисты подняли восстание. Сейчас эта армия развернется, пойдет туда. Дополнительное снаряжение. Превращение людей в солдат – дорогой длительный процесс. Одна из самых больших статей расходов – это необходимое снаряжение, чтобы превратить беззащитного мужчину в беспощадную машину убийства. К счастью для нас, мы обнаружили, что у нас в запасе лежит некоторое количество такого снаряжения. Оно в плохом состоянии и не прослушит долго. Но если использовать его сейчас, то мы сможем одеть людей в униформу значительно дешевле. Давайте найдем это применение, пока это еще возможно. Стоимость пехоты – минус 10%. Но все равно лимит пока что. Бояре добиваются успеха. Не только центральная власть обладает влиянием в нашей стране. За последние десятилетия бояре, представленные рядом в влиятельных семей, успешно взяли под свой частичный контроль многие сферы жизни государства. Связи и привилегии могут быть мощным оружием, особенно в сочетании с амбициями. Бояре получают 10 влияния на 15 лет. Офигеть. Повстанцы добились успеха. Субрикованы претензии Литвой. О, наконец-то венгры пришли. А мы закончили осаду Любака. Отлично. И теперь давайте следующую крепость осадим. Здесь у Дании нету крепостей. Плохо. Существление понесли потери. Разоблачили молдавского агента. Так, что мне делать с этой армией-то? Мне кажется, нам надо... А, стоп, у нас еще перемирие. Четыре года. Окей. Да, ну Полька в этот раз... Прям, я не знаю. Три личных уни. Три. Была только Польша и Литва, то можно было бы воевать. У них еще и Богемия. Пальц. Пальц-то ладно, а вот Богемия уже посерьезнее. Шведская война закончилась. Любек... А, не война закончилась. Это Любек вышел из войны. Держава Любек выплатит 220 декад Швеции и ее союзникам. Держава Москва получит 58,91 декад из этой суммы. Вот как все-таки вот это экран, где четко расписано, кто что получает. Это же офигенно. И Виктория Триппин. Сплыл окно. Претензии. Цели вернее войны. Достигнуты цели. Не достигнуты. Кто с кем воевал. Ничего не понятно. Почему нельзя вот-вот-вот что-то подобное было сделать? Так. Инфляция увеличится на 0,01. Пу-пу-пу-пу-пу. Между Швед-Державой и Свет-Союзом будет разделено два престижа. Держава Москва изменит свой престиж на 0,5. Отлично. Любек вышел из войны. Тут вот у них еще есть союзник. Так как мы в столицу Дании попасть не можем, то я лучше пока союзниками займусь. И оккупируя порты, то есть принося больше всего пользы в войне именно против конкретного союзника, буду получать выплаты за это. Военная реформа. Иван IV Грозный считает, что пришло время военной реформы. Хотя офицерами по-прежнему могут быть только дворяне, все остальные должности могут занимать крестьяне и горожане. Наши войска регулярно проводят учения. Началось создание мощного флота из сотен линейных кораблей, галер и других судов. Ну, сотнями пока не пахнет, конечно, но окей. Реформировать сухопутные силы. Число военных очков увеличится на 200. Профессионализм армии увеличится на 2%. 10 лет. Боевой дух армии плюс 20%. Стоимость военных технологий минус 10%. Так, реформировать флот. Дипломатические очки плюс 200. Боевой дух флота плюс 20%. Стоимость дип технологий минус 10%. Либо реформировать и то и другое. 100 дипломатических и военных очков. Боевой дух армии и флота по плюс 10. И стоимость технологий минус 5. Нет, давайте мы возьмем сухопутные. Дипломаты плюс 1. Улучшение отношений плюс 25%. Хм. Да. Если мы возьмем еще одну количественную идею, мы откроем митрополичью кафедру, которая даст нам плюс 1 к терпимости и плюс 1% эффективности миссионеров. Стоимость подкрепления минус 33%. Честно говоря, количественные идеи, даже если у нас число рекрутов потом будет за счет и московских идей, вернее, российских идей, количество идей все равно хорошая штука. Число рекрутов, скорость восстановления рекрутов, стоимость полков, глобальный модификатор лимита снабжения, стоимость подкреплений, задержание армии и потери от истощения на суше. Так что я, наверное, все-таки оставлю количественные идеи. Митрополичья кафедра. Русскому народу нужно крепкое религиозное руководство. У нас исторически сложились хорошие отношения с церковью, и мы можем извлечь обоюдную выгоду из этой дружбы. Если мы сможем учредить в Москве кафедру митрополита, то укрепим связь между русской православной верой и государством, что оказывает на нас следующее влияние. Хорошо. Спасите наше оборудование. Смерть – удел любого верного солдата, и никого нельзя воскресить из мертвых. Однако снаряжение, которое эти тела сбрасывают на поле боя, все еще может нам пригодиться. Отправив отряд забрать оружие и обмундирование с поля боя, мы сможем спасти эти предметы и сделать экипировку следующего набора тел более эффективной. Какой-то прям такой подход. Не то, что подход, подход-то понятно. Ну, как бы, подход понятен. Кто как он описан, немножко сбивает с мысли. Что окажет на нас следующее влияние? Стоимость подкрепления – минус 33%. Содержание армии. Я вот думаю взять дипломатологию, ой, это административную технологию, как минимум по одной причине. Это нам откроет формирование России. Мы должны быть в состоянии мира. Окей. Тогда пока идет война, это не требуется. Но мы можем, наконец, возобновить процесс обращения. Но 111 месяцев – это очень долго. Или 111 чего? Да, месяцев. Нет, тогда подождем. Доход от налогов. Изменение престижа. Торговля. Лимит армии и дисциплина. О, отлично. А, да. Мы получили свободного дипломата. Давайте его пока пристроим к делу. Да, Франция в этот раз не очень хорошо себя показывает. Давайте попробуем улучшить отношения с Англией. Эээ... Разоблачили грузинского агента. Сняли оккупацию. Командир покинул нас. Петр Шереметьев. Неприятно. О, это тот, который вот здесь помогал. Это плохо. Это замедлит... Замедлит процесс. Ну, сейчас тогда возьмем порт и возьмем... Наймем нового генерала. Может нам заключить в здании сепаратный мир? О, операция завершена. Нанять генерала. Анисим Бибиков. Бибиков у нас уже есть. Евгений Бодиско. Две пипки в артиллерии. Ок. Микроармия. Мюнстер вышел из войны. Хорошо. О, мы получили черный флаг. Интересно, здесь мы его сможем снять на оккупированной территории. Нет. Ну, все, наконец-то. Флот вражеский убрали. Тогда можно эту армию отправлять на базу. Наши дипломаты прекратили улучшать отношения с Астраханью. Бесполезное развитие армии. Ряд выдающихся людей в нашей стране считает, что наши нынешние военные исследования ни к чему нас не приведут. Эти люди желают, чтобы мы изменили подход и остались верны идеалам наших предков. Они правы изменить военные очки в минус 50. Игнорировать их престиж в минус 10. Разоблачили норвежского агента. А здесь у нас в Ярославле крепость. Пусть ее уберем. А, хотя нет, пускай остается. Зато вот эту в Белом озере можно убрать. Испания сообщает нам о событии золото найдено в провинции Тофилалт. Наши исследователи путешествовали по неизведанным землям и иностранных государств в поисках золота. Наконец-то мы это сделали. Золотой рудник был обнаружен в провинции Тофилалт. Это открытие наверняка положит конец золотому голоду, поразившему Европу. На 100 лет будет действовать модификатор Замечательное золото, что приведет к следующим результатам. Местное производство товаров плюс 50%. Это Филалти. Где-то вообще. Где-то в Испанию. Курпфюрсты Священной Римской империи выбрали нового императора. Им стал Александр I, правитель державы Австрия. Новый законный владыка Священной Римской империи обещал сохранить привилегии всех имперских сословий, как в качестве императора. Ок. Давай, давай уже, оккупируй, заканчиваем эту войну. О, тут повстанцы. Облачили датского агента. Чагатайские сепаратисты. Выполнен план сословия. Вы выполнили план сословия построить флот и получаете за это следующие бонусы. О, вау, мы получили откуда-то кучу кораблей. Видимо, от наших миньонов нам перешли, кого мы присоединили. Появится адмирал при традициях в 40%. Горожане плюс 10 лояльности. А, триги мы получили кучу кораблей. Ок. Держава Ростов внедряет колониализм, ускоряет их технологическое развитие, дает им следующие бонусы. Провинциальное торговое влияние плюс 10%. Ну, хорошо, им у них всего одна область. Конечно, им легко получать эти институты. Грузинский шпион. Чагатайские сепаратисты. Ок. Можно созвать совет. 523 монеты. Почти, почти я могу внедрить в институт. Священники, базовый налог в колонии. В ответ престиж. Престиж. Казна увеличится на 200 монет, если базовое производство в Мологе будет равно 4. И престиж нет. Молога. Что там нужно? Базовое производство 4. План выполнен. Если мы немножко подождем, то эта стоимость еще снизится за счет распространения института в других областях. 10 месяцев. Ну, окей, давайте хотя бы дождемся окончания войны. Так, освободился дипломат. Возвращаем его в Ростов. Там уже, да, снизилось наше отношение немножко. Прекратили улучшать отношения с Великобританией. Отозвать дипломата. Император проводит новую имперскую реформу. Великий князь. При поддержке князей Священной Римской империи император проводит новую реформу. Абсолютная имперская стабильность. Реформа окажет следующее влияние. Гарантировать стабильность империи, обеспечив возможность ее экспансии. Имперские провинции получают содержание владений минус 25%. Дает кассус Белли против стран, не являющихся членами СРИ, Священной Римской империи. Но граничащими с ней на их силовое включение в состав империи. Дорогие указы. Нет эдиктов. Так, ну что, война-то там заканчивается. Оккупировали Даню? Оккупировали. А что тогда еще? Вау. Вау. Нет. Даня, если ты заплатишь мне денег, я выйду из этой войны. 300 монет. А я согласен. Потому что получит Швеция свободу или нет, меня на самом деле сейчас в данный момент не очень беспокоит. Плюс они все равно ее получат, потому что у них куча союзников. Так что продлевать наше участие в этой войне нет никакого смысла. Пупом, 292 дуката, 0,08 инфляции. Отлично. Глянем, может где-то прям есть, прям на 99 процентов. 92 процентов. Нет, нету. А там где 92, это у нас вот здесь, да? Бум. 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 Все, и в следующем месяце мы получим институт и получим скидку. Так, Астрахань. У тебя уже снижается твое желание свобода. Уже 77. Ну давайте добьем их. Пум-пум-пум-пум-пум. Будем те самые дешевые будут. Я здесь увижу их. Астрахань. Астрахань. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Надо еще разочек. То есть. 47 процентов. О-о-о-о. Свободный дипломат. Присоединить вас стало. Так, следующее, что мы делаем. Внедряем институт. Ждем конца месяца и потом внедряем институт. Плодские желания. Хоть мы и сумели скрыть правду от остальной части королевского двора, но это только вопрос времени, когда все всплывет на поверхность. Если мы ничего немедленно не предпримем. Великий князь Иван IV Грозный недавно узнал, что его жена, консорт Бригитты, ему изменяет. Но это еще не все. Ведь другим преступникам оказался никто иной, как наш советник Федор Полецкий. Доверие к нему, очевидно, утрачено. Теперь мы хотя бы в курсе. Нужно принять меры и сохранить все втайне. Престиж уменьшится на 10%. Так не может продолжаться. Что Федор Полецкий хочет за свое умолчание? 167 монет. А это чудовищная измена не меньше. Это чудовищная измена не меньше. Федор Полецкий лишится головы. Пу-пу-пу-пум. Москва получит модификатор тирании, что приведет к результатам беспорядки плюс 3. Москва в данном случае это провинция или это страна? Область Москва. У нас тут минус 20 на беспорядках, так что, в принципе, это нас не очень беспокоит. Либо у королевы не может быть связи на стороне. Бригитта должна покинуть нас. Престиж уменьшится на 15%. Федор Полецкий лишится головы. Государь, советник, состоящий на нашей службе, умер. А мы не знаем, как так могло случиться, а? Скорбим по советнику, ученый Федор Полецкий, так как более не сможем встретиться с ним. Печально. Давайте наймем вот этого, который Валерий Ш... 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 Шантьев... Ша... Я... Ше... Ш... Шантьев... Я... Ян... Ян... Янкятьев... Я не могу это расшифровать. Я не знаю, что они имели в виду. Ну давай, получай. Есть. Колониализм распространился. Распространился. Мы получили еще небольшую скидочку. Внедряем. Провинциальное торговое влияние плюс 10%. Под руководством просвещенного правителя мы внедрили новый институт. Современная теократия. Развитию подлежит не только аристократические институты общества. Духовенство тоже обязано учиться развиваться. Поэтому мы обязаны научить их управлять. Это поможет развитию современной мысли в нашей стране. Административные очки. Общая стоимость равняется 571. Опережение времени в этой технологии даст вам бонусы на следующие 8 лет. Эффективность производства плюс 20%. Годовое изменение коррупции минус 0,05. Отлично. Вы позволяет выбрать группу идей? Хорошо. Но самое главное, что это позволяет нам сделать, создать русскую нацию. Провозгласит себя державой Россия. Название страны будет восстановлено до первоначального значения. Будут получены новые задания. Будет проведена государственная реформа царства. Первый уровень. Имеет следующие эффекты. Государственные механики. Закреплен ранг империи. Можно фабриковать претензии на владения. Доступны механики русских княжеств. Доступны механики... Механики модернизации. Модификаторы реформы. Число рекрутов плюс 20%. Ежемесячные изменения автономии минус 0,05. Годовое изменение абсолютизма плюс 0,05. Лимит управления плюс 350. Страна может иметь стрелецкую пехоту. Часть лимита стрельцов плюс 20%. Россия. Держава Россия становится свой ранг на уровень империи. Получит вечные претензии регион Россия. Понтийская степь и Урал. Вечные претензии. Интересно, а они будут превратятся во временные в связи с того, чтобы раньше мы выбрали события? Москва до 2 марта 43 года. То есть на 20 лет будет действовать модификатору цельения централизации. Что приведет к следующим результатам. Национальные беспорядки плюс 1. Ежемесячные изменения автономии минус 0,05. Произойдет событие, новые традиции и амбиции. Престиж увеличится на 25%. Новые традиции и амбиции. Наше государство стремительно меняется под ударами времен. И наше общество меняется вслед за ним. Если мы не помешаем этому процессу, то в скором времени мы увидим смену наших традиций и амбиций. Да, конечно, получить новые традиции и амбиции. Либо нет, мы не можем отказаться от наших корней. Отмена государственной реформы. Изменения в вашей державе привели к тому, что реформа княжества больше не удовлетворяет нашим нуждам и была отменена. Так, сейчас к этому мы вернемся. Декларировать терпимость. Терпимость к еретикам плюс 1%. Плюс 1, вернее, стоимость стабильности плюс 5%. Нет. Принять закон о собраниях. Эффективность миссионеров плюс 1%. Терпимость к еретикам минус 1. Да. Прогласить титул императора. Для этого нужна модернизация по крайней мере 90. Одно из следующих условий должно быть выполнено. Любая соперничая страна должна... Страна была унижена. Россия не имеет соперников. То есть у нас пока что московские идеи, да, и мы можем их заменить на традиции и амбиции. Задания. То есть по идее у нас сейчас мы можем принять новые задания и новые идеи. Почему они здесь перевели их по-другому, я, правда, не очень понимаю. Ну ладно. И как раз тогда здесь у нас появятся более интересные идеи. Наши московские традиции обеспечивают следующий эффект. Дипломатические отношения плюс 1. Мощь натиска плюс 10% лимитармии плюс 25%. Здесь пока этого не видно. Может с паузы надо снять. Ладно, окей. Конечно, мы примем новые традиции и амбиции. Просьба предоставить право прохода войск от державы Великобритания. Для войны из Дании, Норвегии и Гильдерном. Вот тебе вот здесь. Зачем право прохода через мои территории? Чтобы воевать вот здесь. Доклонить. Задание выполнено. Основать царство. Россия перестанет действовать модификатор усиления централизации. 20 лет будет действовать модификатор царства Руси, что приведет к следующим результатам. Ежемесячные изменения автономии минус 0,05. Ежемесячный судебник прогресс плюс 2. Ежемесячный прогресс опричины плюс 2. Прогресс стрельцов плюс 2. Модернизация плюс 0,05. Умиротворить патриархат. Посвящение митрополита теперь дает плюс 10%. Модификатор местного налога вместо модификатора содержания владения. Модификатор местного налога вместо содержания владения. Что у нас? Содержание владения плюс 10%. Будет, я так понимаю, что вместо этого налог уменьшится, видимо. Россия до конца игры будет действовать модификатор лояльность патриархата, что приведет к следующим результатам. Годовое изменение легитимности плюс 0,25. Равновесная лояльность священников плюс 10%. Максимальное число привилегий священников плюс 1. Хорошо. Пока здесь не обновилась подсказка. Вот так. Здесь пока что все. Монополия водки. Одно из следующих стоек должно быть выполнено. 10 принадлежащих провинций, сейчас 2, в которых провинции производят зерно. Базовое производство больше или равно 6. Проведена реформа под названием водка короны. Что? Дает 150 монет. Водка короны. Так, вот здесь обновились. Русская земля. В влиянии агрессивного расширения минус 15%. Сибирский рубеж. Отдаленные сибирские земли зовут нас. Позволив казакам осваивать обширные территории на востоке, мы получим благоприятные условия для расширения Руси Матушки в Сибирь, а затем, возможно, даже в Америку. Открываются прилежащие колонии земли. Можно основать сибирский рубеж. Российский артиллерийский двор и превосходство в огневой мощи вот что определяет сегодняшние сады, а также разгоряченные сражения завтрашнего дня. Мы обязаны построить современный артиллерийский двор в сердце нашей страны, чтобы наши армии никогда не оставались без пушек и боеприпасов. Стоимость артиллерии минус 10%. Мощь артиллерии плюс 10%. Пожизненная служба лимит армии плюс 33%. Меном месничества годовое изменение коррупции минус 0,1. Влияние бояр минус 10%. Табель о рангах изменения военных традиций плюс 0,25. Стоимость советников минус 10%. Всех советников. Класс. Кадетский корпус боевой дух армии плюс 5%. Получаемый урон от огневой мощи минус 10%. Окей, вот это классная традиция. Прям классная. Число рекрутов плюс 33%. Стоимость национализации минус 15%. Годовое изменение легитимности плюс 1. Когда мы откроем все русские идеи, произойдет годовое изменение легитимности плюс 1. Так, мы можем открыть новую ячейку. Сейчас мы этим займемся. Единственное, дайте я сразу посмотрю. Значит, у нас пока нет колонистов, но... Выбрать политику в отношении колониста, местного населения. Которую вам необходимо иметь, по крайней мере, одного колониста, чтобы выбрать политику в отношении туземцев. Ну, возможно, когда я сниму с паузы, у нас появится этот колонист. Так, обращение. Ну, вот 50 месяцев это что-то более-менее хотя бы. Но 3.73? Вау, нет. Повстанцев у нас хватает. Давайте проведем опричнину. Судебник, уровень автономии в провинциях... А, автономию, давайте мы ее сначала снизим здесь. А потом реформировать судебник. Снарядить стрельцов. Плюс 8400 рекрутов. Военная усталость уменьшится на 2. Пока не требуется. Так, у нас осталось немножко денег, но лучше мы их потратим на выплату кредитов. Один кредит мы можем закрыть. Отлично. Остался один, последний. Наконец-то. Свободные дипломаты. Так, мы здесь уже улучшаем. Здесь мы уже аннексируем, да? У нас последние 2 остались. Ок. Ну, тогда, 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 тогда. Союзники, угрожающие страны. Кто у нас сейчас в союзниках? Кара Каюнлу. Венгрия. Все. Доверие, доверие. Рекрутов 3400. Ну, в принципе, рекрутов у нас пока и так хватает. Да, конечно, вот это же есть. Апогемия, Молдавия, Пальц, Майнц, Любек. Ну, так более-менее хоть. Да, союзники, блин, которые не хотят поддерживать османы. Ну, чуть-чуть у нас больше войск, чем у их... Если мы приглашаем Венгрию и Кара Каюнлу, у нас получается чуть больше войск, чем у османов с их союзниками. Мне это не нравится. Слишком маленькая... Маленькая разница. И слишком мы будем зависеть от этих двух союзников, которые... Ненадежные пассажиры. Генуя. Майнц, Бургундия, Франц... Франция. Перара, Болонья. Любек. А, блин, они в этот... В империи. Один из вариантов, как можно... Более выгодно начать войну. Это если начать войну не конкретно тому, кому ты хочешь, а их союзнику. Но у них всего один союзник, который... Находится в империи. Что делает? Что нашу жизнь легче не делает? Франция. Так, Генуя, а у тебя что? Франция, Бургундия, Феррара, Болонья. Болонья. Сюда дойти не сможем. Воевать здесь, чтобы... Газикумух. О, а вот через Газикумух можно объявить войну османам. Тогда они не будут звать своих союзников. Правда, и мои союзники не очень-то торопятся здесь помогать. Окей, Каракан Юнлу мы сможем призвать, если сделаем им подготовку к войне. По-моему, это дает плюс 20 или плюс 10, не помню, к шансу принять войну. А венгры пока не хотят, потому что они участвуют в другой войне. То есть, когда у них та война закончится, то мы сможем их позвать. Окей, давайте мы начнем создавать шпионскую сеть в Газикумухе. С целью, что мы объявим войну им для того, чтобы воевать с османами. Вот это мне нравится. Кто у тебя еще из союзников? Ак-Кайюнлу, Тунис, Трансаксания. Газикумух. А тогда, если мы сейчас отвоюем с османами, у нас будет с ними перемирие. И я смогу напасть на Трансаксанию. И они, по идее, османы не должны будут присоединиться. Это мне нравится. Так, свободная ячейка идей. Давайте мы снимем с паузы. Я проверю, что я все-таки получу колониста. Потому что пока что я его не получил. Или мне надо еще что-то для этого сделать. Открываются прилежащие колонии земли. Можно основать сибирский рубеж. Сибирский рубеж. Это может быть здесь надо что-то выбрать. Декларировать терпимость. Ввести либерум вето. Военная усталость уменьшится на 10. Размер военных традиций увеличится на 30. Число военных очков увеличится на 100. Будет получено подразделение страдиоты и пикинеры. Война. Военная усталость больше или равна 8. Приняла идею благородные рыцари. Интересно. Принести столицу в Санкт-Петербург. Государственные стрелковые полки. Содержание армии плюс 15%. Прирост вымышленности плюс 40%. Круто. Основать остынскую компанию. Купцы плюс 1. Глобальное торговое влияние плюс 5. Казна увеличится на 300. Начать распространение веры. Эффективность миссионеров плюс 0,5. Распространение институтов минус 5. Есть советник типа теолог. И провозгласить титул императора. То есть я не вижу здесь. Основать сибирский рубеж. Стоп, а это, наверное, просто не Сибирь. А здесь у меня нету соседних провинций. Регионы. Нет. Да. Стоп. А западная Сибирь у нас больше нету что ли? Центральная Сибирь. То есть я так понимаю, что у меня сейчас проблема в том, что у меня нету доступа к сибирским регионам. То есть я бы вот так мог сюда отправить. Айрат. Хотя поддерживает мин. Который где-то потерял часть своих войск и все свои резервы. Вау. Вот, это то, на что я надеялся, что в Бухарии будут восстания. И, возможно, они сейчас отделятся. Так, все. Наши исследователи закончили исследовать. Обращайся назад. Как бы мне так сделать, чтобы мин не вступил в твою войну? Является данником державы мин. Будет передано три военных очка. Желание свободы державы и рад равно семи. Нет, нам надо контролировать вот этот вопрос. Так, повстанцы добились успеха. Туда уже идет армия. Военная коалиция. Мой царь, держава Османской империи, вступает в военную коалицию против нас. Они зря считают, что превосходцев численности сможет их спасти. Неприятно. Первопроходец Аким Васильевич больше не служит нам. Ок. Смерть наступила во время тренировок. Каких тренировок он в пути был. Венгрия правопрохода. И ладно, пускай проходит. Ну, если я правильно понял, то я не могу колонизировать просто потому, что у меня нет доступа к сибирским землям. А это не считается Сибирью, поэтому здесь я не могу получить халявную колонизацию. Вот он, блин, вот эта кнопка. Создание сибирского рубежа. Обойдется вам в 20 дипломатий. Это действие создаст медленно растущую колонию, для которой не требуется колонистов, которую не надо содержать. Рубеж можно основать только рядом с городом, который имеет торговый путь со столицей. Здесь нету? 20 дипломатии, ок. На данный момент здесь 5 поселенцев. Для создания города требуется 1000. Время в пути 125 дней. Шанс заселения 18,2. Где там эта микроармия? Иди сюда. Ты будешь давить туземцев. Ууу, их 5000. О. А так как у меня нет колонистов, то я не могу выбрать взаимодействие с туземцами. При этом я колонии уже начал строить. Круто? Круто. Окей, ладно, с этим разобрались. Как колонизировать Сибирь? Понятно теперь. Свободный агент. Ну тогда, по идее, мне не нужно с ними воевать. Мы вот так вот сможем их обойти. Ок. С маной, с кем вы вступили в коалицию? Пока одни там. Ай, блин. Польша нас ненавидит. А вот Литва, в принципе, не так уж плохо. Но у них лояльное отношение к Польше. И у Богемии тоже. Так, Швеция, ты пока не получила свою незамисимость, да? Давай мы начнем строить шпионскую сеть. Потому что у нас перемирия есть? Нету. О, а это хорошо. То есть как только вы получите независимость, я смогу вам объявить войну. Франц-Оксания вступает в военную коалицию против нас. Блин, это портит мой план по газику муху. Теперь потому что... Или не портит. Да, так как они не являются соучастником, османы, то они не могут позвать своих друзей из коалиции. Ок. Дания больше не может быть нашим соперником. Династический брак от Астрахани. Мы их уже присоединяем. Годовое изменение легитимности плюс 0,3. Улучшение отношений. Шанс нового наследника. У нас есть наследник, но он, конечно, не впечатляет ни разу. Лишите его прав, что ли? Наш престиж уменьшится на 50. 38 лет. В принципе... Будем надеяться, что нам попадется кто-нибудь получше. Так. А, да. С этими. С идеями. Так. Танч, да. Экспоненционные идеи нам тогда, по идее, не нужны. То есть, можно, но не нужно. Планисты, дипломаты, глобальное торговое влияние. Можно взять инфраструктуру. Содержание владений. Общий рост правит цветания. Стоимость зданий. Модификатор стоимости расширения инфраструктуры. Скорость продвижения. О, вернее, передвижения. Стоимость повышения центра торговли. Минус 20%. Влияние на лимит управления от владений. Минус 10%. Содержание крепости. Минус 25%. Строг строительства. Минус 25%. Стоимость расширения администрации. Минус 100%. Вообще, все идеи, блин, они, конечно, очень крутые бонусы дают. Хочется иметь все. Административные, гуманистические. Так, сейчас я небольшую паузу возьму, быстренько пробегусь по ним, выберу и потом. Так, значит, подумал-подумал. Возьмем мы, наверное, сначала новаторские идеи. Которые имеют кучу всяких есть на бонусов. Падение престижа. Минус 1%. Прирост на инновационности. Плюс 50%. Стоимость технологий. Минус 10%. Всех технологий. Потому что есть отдельные, которые дают, допустим, стоимость военных технологий. Минус 10%. Где-то еще было. Стоимость каких-то других технологий. Минус 10%. Но здесь стоимость именно всех технологий. И стоимость внедрения института. Минус 10%. Советник. Плюс 1. Распространение институтов. Плюс 25%. Ежемесячный рост военной усталости. Минус 0,05. Месячное изменение величия. Плюс 1. И бесплатные политики. Плюс 1. Стоимость советников. Минус 20%. Это когда мы все закроем. Мне кажется, это отличный вариант. Новаторские идеи. Хорошо. Так. У нас пока нету очков. Недостаточно очков, чтобы поднять. Но ок. И теперь мы можем... Скоро сможем поднять военные технологии до 10 уровня. Ну и потом дипломатические. А пока смотрим, кто еще присоединится к коалиции против нас. Бухара. У, соперники. Османов добавим. Продлили заем. Ничего страшного. Касус были против османов. Сфабрикала претензии. Бухара сфабриковала претензии. Ок. Акка Юнлу вступает в военную коалицию против нас. Блин. Главное, чтобы эти ребята не вступили. Пока я им войну не объявил. Это будет неприятно. Да. 75. Эм... Они хорошо вымаштрованы. Мм. Вот. Так. Галера и транспорт. Да. Нам не нужно. Ты иди сюда. И еще один барак. Барак, вернее. Барак. А, новорожденная дочь. Люди радовались, когда услышали новость, что была рождена маленькая принцесса. Они гуляли и веселились в течение нескольких дней и ночей. Возможно, это будет идеальной возможностью объявить свою дочь наследницей. Она мой наследник. 1, 2, 1? Нет. Женщина никогда не унаследует мой трон. Плюс 3 к беспорядкам. Шанс нового наследника. Минус 100%. На 1 год. Окей. В течение года у нас не появится нового наследника. Я всегда могу нажать вот на эту кнопку. Представить нового наследника. Сражение. И... Так. Объединяем эти корабли. Защита торговли. А в Крыму нам принесет больше денег. 0,36. Ну, окей. Давайте отправим вас в Крым. Вот так. Нет. Военную мы ждем, чтобы поднять технологию. Сняли оккупацию. Хорошо. Астрахань запрашивает поделиться этим самым институтом. За это они нам будут платить деньги. Я согласен. Платите мне деньги. И распространяйте у себя институт. Провинция Фергана оккупирована Россией. Окей. Пу-пу-пум. Продать титул нет. А вот собрать земли... Да. Очень хорошо. Так. Вы пришли. Объединить. Сколько мне нужно? 6 вроде было лишних, да? 6, да. Так. И... Муштра и муштра. Газико-мух вступает в коалицию. Интересно, что они стали... Что они образовали коалицию только после того, как мы стали царством. У нас теперь повышенный лимит... ...управления. Хм. Тратить ежемесячно 0,27 на его содержание. Но при достижении автономии минимальных значений мы увеличим доход на 2,26. Затронет 26 очков нашего лимита управления, доведя до 616. И еще надо будет потратить административные очки, чтобы их включить. Ок. Ок. И учредить метрополию. Содержание владений плюс 10%. Это должно было замениться на налоги, да? Там где-то было это сказано. Но я что-то не вижу этого. Так. Где мы еще можем это сделать? Здесь мы не контролируем пока все территории. Я бы предпочел там, где мы все контролируем. Более прибыльные есть. Вот. Нет. Нет. Тоже нет. Возможно, что там, где Питер, там была самая лучшая из оставшихся. Но здесь хотя бы 1,24. Ок. Сомблизировать. Владением Архангельс может стать метрополией, только если его развитие превышает 30 очков. На данный момент оно равно 21. Суммарное, это суммарное развитие всех провинций, входящих в Архангельск. 0,5. Нет. Нет. 1,14. Мы здесь контролируем только 2 из 4. Ну, окей, хорошо. Хорошо. 0,5. 1,03. 12 очков. Ок. 0,5. 0,5. Нет. Нет. можно это как-то проще сделать мне интересно по идее вот это как раз меню но только тут почему-то недоступно 201 метрополию не хватает двух очков развития мы можем перенести столицу в питер потратив 700 монет пестиж увеличится на сто процентов базовый налог в небе плюс 3 базовое производство и число рекрутов плюс 3 город переменован в санкт-петербург центра торговли в провинции него повышен на 1 настолько денег нет а вообще можно об этом подумать будет а с другой стороны столица в москве меня пока тоже устраивает ладно на этом мы на сегодня закончим следующий раз мы будем думать как нам быть с этой коалицией которая против нас организовалась но мы наконец-то стали россии ура на сегодня все продолжение в следующий раз